Всем большой привет, меня зовут Валерия Головенкина, я художник, и сегодняшнее видео это рассказ о моем участии в спецпроекте от школы мозаики Саад Гранат, который назывался Иная реальность в искусстве русского модерна. Это спецпроект, в формате которого я бы выполняла большую-большую мозаику. На канале уже есть видео о моем мозаичном опыте, например, я рассказывала о том, как проходило мое обучение на курсе основы в школе мозаики, и о том, как я делала, например, мозаичный столб в промежутках между этим обучением. Это, кстати, было ровно год назад. А сегодня я хочу рассказать вам о том, что же последовало после этого. Как я говорила в конце одного из этих роликов, дальше последует кое-что интересненькое. И, наконец, настало время рассказать вам про это. Это участие в спецпроекте. Как все это выглядит? Сначала вы проходите обучение, вы узнаете все основы, все нюансы работы, и потом вы можете принять участие в большом таком масштабном спецпроекте, по итогам которого проводится большая выставка. У ученики выполняют задания на ту или иную тему. В сегодняшнем нашем видео мы будем рассматривать искусство русского модерна как заданную тематику, а школа организовывает все необходимые для этого мероприятия, предоставляет место, материалы, кураторство преподавателя, а в конце организует выставку. И мне казалось, что это такой очень классный опыт, потому что это возможность продолжить улучшать свои мозаичные навыки. Как вы помните из моих роликов, меня захватил процесс создания мозаики. Я буквально открыла для себя новый мир, влюбилась в это дело, и мне хотелось продолжения. Плюс еще это струс-тру очков CV, то, что необходимо мне как художнику, и очень классный навык, очень классный жизненный опыт в целом. Но, как вы знаете, обстановка у нас довольно нестабильная, все меняется в считанные дни, поэтому загадывать на такой большой промежуток времени, а работа над спецпроектом требует очень большого количества времени, довольно-таки сложно. Поэтому я колебалась. Я ходила, думала, не понимала, что же мне делать, как мне быть, и в итоге я решила, что участвовать я буду. Для начала нужно было выбрать референс, по которому я буду работать. Это такой своеобразный источник. Это опора, это фундамент, это основа. И в качестве этой основы нужно было выбрать одну из картин художников, которые представляют русский модерн. Как знают мои спонсоры на Boosty, выбирала я достаточно долго. Сначала я выбрала вот эту работу. Но, так как это все такое очень сомнительное, нерешительное, я думала, стоит мне вписываться в это, не стоит, сколько у меня это времени займет, буду ли я этим заниматься, будет ли у меня такая возможность выполнить весь спецпроект от и до, и нравится ли мне сюжет, который я выбрала. Я взяла себе эту картиночку и ходила с ней некоторое время. Думала, оно это, не оно, может быть, не стоит взять другую. И в итоге, как только я пришла в школу мозаики на очередное занятие, сказала, все, я решила, я беру, я узнаю о том, что этот референс уже выбран другой участницей. В тот момент у меня случилось небольшое обрушение всей моей реальности, с которой я свыкалась, ну, наверное, недели-две. То есть мне нужно было искать новый референс. Я взяла эту пачечку работ, у нас на втором этаже, в зоне отдыха, была такая стопочка распечаток, и можно было перебирать. И в конечном итоге мой выбор пал на вот эти вот работы, и из них впоследствии отсеялось вот это. Это картина Петра Уоткина, которая называется «Лунная». Она выполнена в темпере. Меня привлек глубокий синий оттенок. Я уже представляла, как я буду выбирать стекла глубокого темного синего, такого истинно-черного, темно-синего, просто синего, светло-синего, и возможность скомбинировать эти стекла с прозрачным стеклом, может быть, с каким-то полупрозрачным стеклом, и подклеить под него золотую поталь. То есть создать не просто контраст цвета, но и контраст такой по яркости, по вот этому свечению. Сделать так, чтобы луна и лунная дорожка на этой работе действительно сияли буквально золотом. Я проконфентировалась с преподавателем, мне сказали, что все это реально, все это возможно, и я с нетерпением ждала начала этой работы. И да, я решила выполнять мозаику в стекле, потому что, как вы помните, современная мозаика — это стекло, римская мозаика — это камень. На смальту у меня, признаюсь, не хватило смелости, потому что это другой материал, с которым до этого я не работала, не имела дело и браться за незнакомые материалы, и выполнять в нем работу на спипецпроект. Ну, как бы я подозревала, что у меня будет не сильно много времени для этого, и не очень много именно возможности долго сидеть, привыкать к новому материалу. Мне как-то не хотелось, я побаивалась. Тем более, что стекло меня абсолютно влюбило в себя после курса основ. Работа над спецпроектом проходит на одной из площадок школы «Сад Гранат», которая расположена в Петербурге на Аптекарском проспекте, прямо напротив Ботанического сада. Каждый раз моя дорога на мозаику была таким интересным, своеобразным мероприятием, в ходе которого я могла наблюдать за переменой времени года, переменой освещения, погоды. И таким образом уже настраивалась по дороге на такой более-менее творческий мозаичный лад. Тем более, что до прошлой весны буквально в двух шагах от студии «Сад Гранат» находилась моя мастерская. Поэтому дорога на мозаику — это была тоже такая своего рода небольшая ностальгия и приятное время, которое можно посвятить настройке на творческие мероприятия. Давайте покажу вам инструменты и рабочее пространство. Работа начинается с определения с размерами вашей готовой мозаики. Моя работа была 55 на 60 сантиметров, чуть побольше оригинала. Он со 46 на 44 сантиметра. Распечатываем гигантский референс, укрываем клейкой-пленкой и постепенно начинаем собирать. Но перед сборкой важно проконсультироваться с преподавателем. Вот здесь, например, она вот идет, 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 идет куда-то сюда. А дальше она вот, есть какая-то вот такая штука. Понятно, что мы можем это не делать. Мы как бы упрощать. Да, можем упростить. Можем сделать попроще. А мы ее... Да, можно ее сделать... То есть не совсем упрощать до прямой, а как-то так. Может показаться, что это мелочи, но такие мелочи очень влияют на готовый вид всей работы. Мы определились со сложными местами, давайте определимся с началом работы. Легче всего, наверное, начать вот со штрихов, которые четко видны. Их форма как бы вот она четко видна. Понятно, что вот здесь... Цель, ну, как бы, возможно, не получится вылезать. Ну, это нормально. Не надо стараться... Да. Главное, не делать вот так. Ну, то есть, если сломалось так, значит, рубим вот так. Либо делаем вот так, и там делим еще пополам. Мы еще обсуждаем, как стыковать некоторые формы Tessar и как упрощать. И обсуждаем цветовую гамму, потому что у нас есть три референса. Тот, на котором я работаю, который лежит на столе. Маленький на листочке в качестве общего ориентира. И еще один в телефоне. Все три отличаются по цветовой гамме. Пусть незначительные, но все же отличаются. Поэтому нам нужно сначала обсудить, как подбирать стекло, а потом мы идем за инструментами. Нам потребуется стеклорез. Я люблю те, которые потяжелее. Пинцет, линер, ножницы, ломатель и кусачки. После того, как мы взяли все необходимое, берем специальную коробочку, которая выдается каждому участнику спецпроекта. И идем подбирать стекло в соответствии с теми рекомендациями, которые нам дает преподаватель. Ну и, конечно, не забываем про свои вкусовые предпочтения. Потому что, признаюсь вам честно, в синем стекле я прямо разошлась. Потому что, ну просто посмотрите, какие бывают красивые экземпляры стекла. Да, я представляла себе, что вот именно на такой темный синий я буду опираться в основном. Но по итогу его было довольно мало. Однако я не пожалела, что взяла себе цельные пласты. Абсолютно не думала, что мне понадобится зеленый. Потому что, ну как бы вы видели работу, где там зеленый. Однако зеленого ушло довольно много. И я тоже рада, что прямо сразу, перед началом работы, взяла себе эти кусочки зеленого. Нашла очень красивые коричнево-зеленые кусочки. Тоже они у меня не валялись даром. И, конечно, многое находится в бою. Бой это такие специальные контейнеры, куда после работы сваливают маленькие остатки, обрезочки, осколочки стекол. Из которых легче потом вырезать маленькие формы. Ну, потому что вы видите сейчас размер тех стекол, которые лежат в больших коробках. И вырезать совсем крохотную детальку из них может быть довольно проблематично. А бой в этом плане очень даже удобен. Организовываю себе рабочее место. И начинаю постепенно собирать свою мозаику. Первые тестеры, конечно, очень волнительны. Потому что я это делала после небольшого перерыва. Я закончила курс основ примерно в конце весны. И в сентябре я приступила к сборке мозаики на спецпроект. И сейчас вы можете видеть реальную скорость, с которой я работала. Маленькие кусочки мозаики, тессеры, выкладываются на специальную клейкую пленку. Для того, чтобы они потом не разъезжались по всей работе. Однако, вы сейчас видите, что я сначала долго примеряю свою детальку. Очерчиваю необходимые границы. Поэтому у меня уходит время и на то, чтобы ее нормально расположить в том месте, в котором она должна стоять. Также мне нужно вспомнить о том, что каждое стекло обладает своим особенным характером. И режется по-разному. Какое-то стекло легче разрезать стеклорезом и вот так по нему постукивать. Какое-то стекло легче резать кусачками. А какое-то от воздействия кусачек очень сильно крошится, скалывается. И у вас не получается та форма тессеры, которая вам нужна. И ее порой приходится не по одному разу переделывать. Поэтому на то, чтобы вспомнить все эти вещи, все эти особенности, уходит дополнительное время. Однако, я не сомневаюсь в том, что я сейчас за первое занятие восстановлю свой навык, вспомню все эти нюансы. И дальше работа пойдет немножко побыстрее. Конечно, не глобально быстрее, чем то, что вы видите. Но уже немножко легче. Небольшие муки выбора нужного тона стекла. И еще, кстати, есть такой нюанс, что на голубом стекле, вы сейчас можете видеть, есть небольшие прожилки. Встречается это такое на некоторых цветах стекол. И эти прожилки тоже можно использовать в качестве рисунка. Для этого нужно подобрать расположение этого стекла таким образом, чтобы прожилка смотрела в нужную вам сторону. Да, не просто нужно вырезать кусочек, но и учесть все особенности цвета стекла, которые вы используете. И вот такой результат у меня получился за мое первое занятие после большого-большого перерыва. Я с невозможным, невероятным ощущением радости и удовольствия приходила в мастерскую работать над своим спецпроектом. И, конечно, как я предполагала, в дальнейшем дело пошло быстрее, веселее и динамичнее, потому что необходимые навыки я вспомнила. И абсолютно неизбежно то, что после четвертого, пятого, шестого занятия я уже смотрела на то, что я сделала до этого. И понимала, что, ого, а мой навык вырос еще больше. То есть не просто как на курсе основ, как я вам рассказывала. Вначале ты приходишь с нуля, вообще ничего про мозаику не знаешь. И к концу курса понимаешь, что то, что ты делала в начале, те формы, которые ты колол в самом начале, они уже такие, ну, ну, такое себе, конечно. А здесь ты видишь рост еще больше, еще сильнее, и это не может не вдохновлять. Здесь я раскладываю стекло для того, чтобы проконсультироваться с преподавателем, показать тот выбор цветов, которые я собираюсь делать для вот этого мягкого, плавного засвета и перехода от более светлой чая части куста в темное. И потом консультируюсь. И, конечно, неизбежная усталость. Потому что, когда ты долгое время, бобо, больше 30 часов колешь очень сложный, тонкий, изогнутый модуль, как, например, на этом ку-кусте, у тебя начинает уставать все. Глаза, мозг, руки. Ты начинаешь присыщаться этим. Поэтому в моей мозаике был большой плюс в том, что я могла переключиться на более крупный модуль бобо, более простой по форме, чуть менее изогнутый. Поэтому, если вдруг вы соберетесь сделать большую мозаику, я хочу дать вам совет. Непременно меняйте руку, меняйте модуль, который вы ку-ку-олите. Так вы будете меньше уставать от работы, и в целом процесс будет идти веселее и разнообразнее. Большой плюс в работе над спецпроектом — это то, что вы никогда не находитесь абсолютно одни в студии. С вами всегда преподаватель неподалеку, с которым можно проконсультироваться, спросить что-то, попросить помочь, если что-то не получается. И есть увлеченная компания, то точно такие же мозаичисты, которые работают либо на формате абонементов над своими проектами, либо, как я, тоже выполняют как картины для спецпроекта. Можно подержать разговор, поболтать о чем-то мозаичном или не очень, или вставить в уши наушники, включить в себе любимый подкаст или музыку и полностью погрузиться в процесс мозаики, не видя и не слыша ничего, что бы вам не хотелось. Я же абсолютно улетала в свои мысли, давала себе возможность переключиться, то есть мои руки выполняли какую-то необычную деятельность. Я думала о том, как мне стыковать тестеры, как мне продумывать мои шаги на несколько вперед, как я буду после того, как я сделаю очередной элемент, пристыковывать к нему следующее, как я расположу цвета, но при этом у меня оставалось такое пространство для обычных моих мыслей, которые не заглушались привычными действиями, то есть у меня была возможность обратить на них внимание, дать им место, поэтому я могу сказать, что работа над спецпроектом очень-очень помогла мне пережить все события осени. Давайте я расскажу вам об еще одном инструменте. Бывает такое, что ты режешь стекло и вроде бы все получается, при помощи кусачек. Все просто, ты взял, отчекрыжил где нужно, где нужно не отчекрыжил, переставил на его законное место, и кусочек выглядит вполне себе достойно, спокойно, прилично, он спокойно стыкуется со всеми остальными, ему ничего не мешает. Но бывает такое, что ты и так и сяк его крутишь, и режешь, и стеклорезом, и кусачками, и ломателем, и за кадром при помощи магии монтажа всякие пассы кусачками выделываешь, и делаешь так, что аж стол трясется, но он не встает, он не приобретает нужную форму, остаются буквально миллиметры до того, чтобы он встал идеально. Что же тогда делать? Тогда приходит на помощь наш прекрасный инструмент, который называется кристалл. На такой вот адской машине при помощи вращения элемента, покрытого специальным составом и взаимодействия с водой, можно подтачивать и придавать совсем-совсем незначительную форму или делать совсем-совсем незначительные изгибы вашему кусочку стекла, или снимать буквально миллиметры, которые мешают встать этому самому кусочку в нужное место правильным образом, чтобы он не сдвигал другие тессеры. Идеально. Я уже упоминала о том, что в моих планах было поиграть на контрасте темного-синего-глубокого стекла и прозрачного, под который я подклею золотую поталь. Я так делала на своей работе по курсу основы. Но проблема в том, что у меня были сжатые сроки, об этом я расскажу уже чуть-чуть попозднее, и в студии не всегда бывает нужное стекло, то есть нужно ждать поставку. Я не хотела именно прозрачное стекло, полностью прозрачное, обычное. Мне нужно было вот такое вот рельефленое. Мне казалось, оно интереснее. Поэтому мне было сложно решиться на то, чтобы либо отказаться от него полностью и делать работу полностью в обычном стекле и не использовать поталь, либо как-то выкручиваться, брать небольшие кусочки, чередовать их, может быть, с какими-то светлыми-желтыми, и под прозрачные, уже под имеющиеся прозрачные, подклеивать золотую поталь. Я думала-думала, думала-думала, и в итоге решила, что я сделаю именно так, потому что золото мне хотелось невероятно. Я наношла в бое, боже, хра-ра-ра-ра, не бой, те кусочки прозрачного рифленого стекла, которые мне были необходимы, и располагала их в нужном мне порядке. В те промежутки, которые были не настолько яркими, не настолько насыщенными, сочными, я подбирала оттенки желтого стекла, может быть, какого-то оранжеватого, красноватого, красновато-коричневого. И давайте покажу, как я работала при помощи стеклореза и ломателя. Отмеряла нужный мне кусочек, отчерчивала его границы, проходила стеклорезом, желательно в одно движение, и использовала ломатель. Да, желтое стекло из тех, кто обладает не самым приятным в работе характером, оно может не расколоться и не разломиться с первого раза. Однако оно не такое капризное, как, например, стекло белого цвета, или такое темное, насыщенное, плотное синее стекло, с ним тоже не всегда все легко и просто. И вот таким вот образом я располагала свою лунную дорожку. Да, это не солнце, это луна, потому что картина называется лунная. Хотя в процессе производства этой работы, я не могу сказать в процессе рисования, потому что это не рисование, в процессе производства, в процессе сборки, я неоднократно себя ловила на мысли о том, что это солнце. Но нет, это не солнце. В процессе работы раскладка моих тессер порой менялась довольно сильно. И я очень благодарна преподавателям за гибкий подход к работе. Никто не стоит над вами и не контролирует, правильные вы формы вырезали тессеру или нет. Преподаватель скорее смотрит на гармонию всей работы, и если что-то его цепляет, он мягко, тактично корректирует ваши действия. Я сделала свою мозаику, наверное, наполовину, может быть, немножко больше, и тут передо мной встает выбор. Мне нужно либо сохранить свою личную жизнь, привычную работу и переехать, либо остаться и продолжить работу над спецпроектом, но кардинально перестраивать абсолютно все, что у меня есть. Мне было сложно принять это решение, потому что я хотела и продолжать продавать свои работы, и спокойно делать то, что я делаю, и быть рядом с человеком, которого я люблю, но в то же время бросать мозаику, на которую я потратила огромное количество времени, сил и нервов, и здоровья тоже, потому что это спина, это глаза, это голова, это в конце концов бесконечно изрезанные пальцы. Мне было неприятно. И потом я из тех людей, кто очень не любит незаконченные проекты, незаконченные вещи, они меня отягощают в буквальном смысле слова. Поэтому я приняла решение, что я остановлюсь на том куске мозаики, который я сделала, уеду, обосну свой дом, устрою все свои дела таким образом, чтобы у меня уже был какой-то плацдарм, на котором я могу прочно осесть. И потом, когда я вернусь в Петербург, например, к Зубному, я попробую продолжить свою работу над спецпроектом. Если я успею, значит я успею, если нет, то, ну, значит, не сложится, не сложилось, не потфортило. И, к большому моему счастью, все получилось. Зимой я приезжала в Петербург на две недели, и сплошняком две этих недели были потрачены на то, чтобы разбираться с зубами и продолжать работу над спецпроектом. Как я рада была вернуться к мозаике, вы бы знали. Однако не все всегда шло гладко. Например, в процессе съемок. Просто что вот это за каша? Что это за инопланетные грибы, я не понимаю? Или вот это? Что это за детали? Это дерево или это куст, или это гигантский папоротник? Что это? Не знаю, я не знаю, как это выкладывать. Какая такая пицца. Я вообще растерянная. Однако я не сдавалась. Снова и снова я размечала стекло, пользовалась стеклорезом, брала ломатель и отламывала нужные кусочки. Снова пользовалась стеклорезом и снова ломателем. Примеряла стекло и испытывала невероятную радость, когда понимала, что я все отрезала правильно. Снова примеряла стекло, понимала, какие кусочки мне брать дальше и повторяла все те же самые действия. Давайте чуть подробнее покажу вам, как работают кусачки. Можно просто откусывать, это я уже показывала вам в процессе этого видео, а можно применять такой прием, который скорее похож на работу маникюрными ножничками. И выглядит это вот так. Такими мелкими-мелкими движениями можно корректировать свой срез и придавать ему нужную форму, когда, например, использование кристалла сейчас неуместно, не нужно или нет такой возможности. И еще раз этот божественный звук. Каждое мое занятие начиналось с того, что я приходила на свое место, доставала свою работу, брала инструменты и раскладывала свою коробочку. В какой-то период времени стекла становилось меньше. В какой-то, наоборот, его было немножко больше, чем обычно, чем даже в начале моей работы, потому что я никогда не выкладывала те куски стекла, которые я взяла в начале, если не была на миллион процентов уверена в том, что они мне точно не понадобятся. И даже после завершения работы над ней некоторыми кусками я все равно оставляла необходимые для них кусочки стекла и, честно говоря, ни разу об этом не пожалела, потому что они могли пригодиться в каком-то другом месте. Работа, что я делаю, я делала своим чередом, я была спокойна, получала удовольствие от того, что я собираю верхнюю часть мозаики с большими деревьями и небом. Это участок после моего куста. Там все довольно спокойно, предсказуемо, просто, потому что основную часть я сделала, у меня было все готово. Модуль крупный формат и интересный. Да, были небольшие вопросики по цвету, небо там приходилось поизочеряться, но в целом все бы было спокойно, радостно и предсказуемо. Однако, это очень быстро прекратилось, потому что я поняла, что впереди меня ждет он. Я его называла бешеный куст. Давайте покажу, как я над ним работала. Мы поспосоветовались с преподавателем, и я решила, что я буду делать этот куст при помощи мелкого модуля. Да-да, еще мельче и еще сложнее, чем это было раньше. И для этого есть в мозаика специальный прием. Я беру маленький кусочек стекла, сажусь вот таким вот образом в раскоряченную, беру кусачки и начинаю резать ими, работать как маникюрными ножничками. Мелко-мелко-мелко и часто-ча-ча-часто-часто. В итоге я получаю вот такие вот интересные, наполовину изогнутые, наполовину какие-то обломанные, обрубленные кусочки стекла, которые вполне спокойно можно использовать для подобного рода изображений. Я очень боялась этой части своей работы, потому что собрать такой здоровенный папоротник из крошечного модуля, чтобы эти все тессеры плотно прилегали друг к другу, чтобы они были нужного тона, ну, нужного цвета, нужного размера, я думала, что это займет нереальное количество времени. Но по итогу, знаете, преподаватель меня подбадривала, говорила, что все в порядке, у тебя высокая скорость на набора, все получится, ты справишься. И действительно, это заняло не так много времени, как я предполагала. Потому что в основном работа шла именно при помощи вот этих вот малюсеньких кусочков, малюсеньких, тоненьких полосочек, которые я накалывала тем способом, который показывала вам немножко раньше. Иногда, конечно, приходилось чем-то жертвовать. Иногда мне приходилось их менять, искать им замену, пооткалывать и делать новые. Иногда я просто делала такую очень тонкую, очень кропотливую работу, вырезала необходимые, маленькие, недостающие кусочки другой формы, например, более округлые, более квадратные, или в виде ромбиков и вставляла их на те места, которые требовали доработки. Ну и, конечно, очень помогал бой и те кусочки стекла, которые я оставляла после работы над остальной чая-чая, чумозайки, над синим кустом, над озером, которое там внизу расположено, над небом, над кустами на заднем плане, абсолютно все шло в дело, потому что в этот сумасшедший папоротник понадобилось абсолютно все, что было. И даже те кусочки, которые я не предполагала, что мне понадобятся, вот эти светло-бирюзовые, какие-то в зеленоватый оттенок, даже их я умудрилась впихнуть в этот свой сумасшедший папоротник. Руки после всей моей работы выглядели, мягко говоря, не очень, очень много порезов, пальцы грязные, ну, я думаю, что вы сами все видите. И вот, наконец, настал тот день, день, когда я пришла в студию, зная, что это будет последний день работы на над спецпроектом, потому что меня ждали финальные ТТС-сыры на моем небе и сумасшедшем ку-ку-се. Однако, я забыла о том, что мне еще нужно вернуться к ку-ку-сту слева. Да-да, к тому самому кусту, который я решила отложить и переключиться с него на кусты на дальнем плане, на небо, потом на море, потом на этот сумасшедший куст. Там оставался еще небольшой, небольшой, недоделанный кусочек. Но, знаете, я уже была на таком кураже, на таком адреналине, на таком вот этом последнем дыхании, что все, вот уже еще немножко, еще чуть-чуть, и я сделаю, я сделаю то, к чему я шла все это время. И вот, эти последние кадры я укладываю в последнюю Тессеру. Как я была счастлива! Я бегала по студии, прыгала, кричала, хлопала в ладоши, ко мне сбежались все меня поздравляли, за меня радовались преподаватели, администраторы, участники, но это был не конец, потому что у нас еще впереди процесс монтажа. А для процесса монтажа нужно снять все то, что мы делали до этого. Речки, пленочку, на которой держится вся наша мозаика, все подготовить, нанести волшебную золотую па-па-па-таль, которую я планировала сделать, залакировать ее для того, чтобы она не окислилась при воздействии с цементом, на который я буду прикреплять свою мозаику, и наносить сам цемент. Я решила, что золота не может быть слишком много. Я не снимала подробно процесс монтажа, потому что было мало времени, и у меня закончилась память. Вы можете посмотреть саму техническую сторону в видео, как я делала для дачи стол, тут тоже в мозаичной технике, оставлю вам по отсказочку. А сейчас я просто переворачиваю, смотрю, радуюсь тому, что у меня все получилось, потальнее окислилось, все элементики приклеились надежно, и пора снова переворачивать мозаику на спину и делать ей массаж. Да, я выколачиваю песочек, которым я просыпала швы, для того, чтобы цемент не затек под мои мозаичные тессеры. Это очень важно сделать для следующего этапа. Снимаю защитную пленочку, которой я заклеивала свою работу, чтобы у меня не поотваливались и не разлетелись все мои модули во время монтажа. и безумно радуюсь своему решению налепить золотую пооталь под такое прозрачное стекло с зелеными прожилками. Благодаря этому у меня сохраняется такой его зеленоватый цвет. Золото не бьет в лицо, но в то же время нет такого эффекта, что вот этот свет, который как бы распространяется от луны в этих листьях, которые были ближе к луне, как бы исчезает или гаснет, или как-то странно выглядят эти ветки, они слишком глухие. Я безумно радуюсь своему этому решению. И время зачищать швы. При помощи жесткой кисти я удаляю остатки песка, которые не хотели вытряхиваться предыдущим способом избавления от песка, а потом я берусь за нож. Ножом я прохожусь по тем местам, куда все-таки сильно пропроник цемент, и где он будет выступать наружу, где он будет не мешать делать мои швы более мягкими, более приятными и красивыми для зрителя. Дальше необходимо привести края мозаики в приличный вид, для того, чтобы ее потом можно было вставить в красивую раму из профиля. Для этого я беру канцелярский нож и обрезаю все лишнее по краям. Сетку, выступающий цемент, который почти схватился до самого конца, но все еще немножечко, немножечко, буквально капельку более мягкий, более такой податливый, поэтому это легче сделать ножом. После этого я беру наждачку и обрабатываю все краешки, которые мне не удалось зачистить при помощи ножика. Вытираю все салфеточкой, навожу красоту и время раскрашивать нашу мозаику, время заполнять швы, чтобы они не так сильно бросались в глаза. Для этого я беру очень тонкую кисть, акрил, воду и паолитру. Намешиваю необходимые цвета и оттенки. Здесь скорее задача попасть в тон, нежели в цвет. Очень сильно разбавляю эту акриловую жижу водой и прохожусь по швам. Моя задача здесь не пропихнуть саму кисточку в шов, а скорее наполнить этот шов вот этой жидкой красочной массой, чтобы вода туда затекла сама и по тому песочку и цементу, который там есть, плавно растеклась на всю поверхность, на которую она может растечься. Я же скорее ей больше помогаю своими движениями кистью. Видите разницу между закрашенными швами справа и незакрашенными слева? Мне кажется, что закрашенные швы собирают всю композицию воедино, не дробят ее и глаз воспринимает картинку более цельно. Поэтому продолжаем. смотреть, как жидкие акриловые краски проникают в швы, растекаются и смешиваются друг с другом, конечно, очень залипательно. Но нужно не забывать удалять лишнюю краску, пока она не схватилась. Конечно, ничего страшного не будет, ее можно будет очистить и после, но все же лучше не делать двойную работу. И наконец-то моя мозаика моя красавица готова к финальному монтажу в раму. Финальный монтаж в раму делала уже, к сожалению, не я. Хочу сказать большое спасибо преподавателям школы Сосат-Гранат за то, что вы помогли мне с этим вопросом. И вот наконец 21 апреля открытие шампанское, музыка, великолепные мозаики. Можно посмотреть и оценить результаты тех многочасовых трудов, которые приложили преподаватели и все участники спецпроекта. Моя малышка конечно великолепна. Она невероятно красивая и я безумно радуюсь, когда смотрю на этот результат, пусть даже на фотографии, потому что присутствовать лично у меня, к сожалению, не получилось. Что я хочу сказать? Если вы в Петербурге, то 21 мая 2023 года пожалуйста приходите в конюшенов Лиги Юсуповского дворца, посмотрите, там два этажа великолепной экспозиции Моазайки, вы получите невероятный заряд вдохновения теми трудами, которые проделали участники спецпроекта. А про свой опыт и по итогам этого ролика я могу сказать, что пока я собирала его в единое целое, пока я монтировала его и записывала для вас вот эту голосовую часть, я буквально пережила заново все вот это время, испытала все свои сомнения, страхи, переживания, все эти сложности, с которыми я сталкивалась за те полгода, что я работала над этой Мозайкой, потому что я начинала в начале сентября, закончила примерно в конце февраля на начале марта. Вы знаете, это какие-то нереальные ощущения, потому что я вижу, как благодаря моему желанию, во-первых, благодаря моему старанию, благодаря тому, что в какие-то моменты я поняла, что мне нужно остановиться и прекратить заниматься этим, переключить свое внимание на что-то более важное и потом уже более осознанно, более смело вернуться и продолжить свое участие. Я смогла сделать это, я смогла выполнить этот спецпроект. И я могу сказать, что этот спецпроект однозначно преподнес мне урок баланса, преподнес мне урок приоритетов. Это гораздо ценнее, чем любой мозаичный или какой-то любой другой творческий опыт. Для меня это великолепный жизненный урок, я очень за него благодарна. Ну вот, как-то так. Большое спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий, потому что это очень помогает продвижению и развитию моего блога. Огромное спасибо тем, кто поддерживает меня на Boost, благодаря вам я могу продолжать свою работу, и кто еще не присоединился к нам, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, становитесь спонсорами, присоединяйтесь к нам, получайте доступ к эксклюзивному контенту и поддерживайте мою работу. И если вы в Санкт-Петербурге до 21 мая, пожалуйста, приходите в конюшины флигель Юсуповского дворца, посмотрите, вдохновитесь, возможно, мой опыт и опыт других участников пробудет в вас интересные мысли, новые идеи, новые веяния, возможно, вас вдохновит материал, и вы тоже захотите принимать участие в мозаичных проектах, или, может быть, каким-то образом связанных с мозаикой. Всем большое спасибо, и еще раз буду прощаться с вами, до новых встреч в следующем видео, всем пока-пока. Субтитры 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 Субтитры